Сегодня в регионе привито меньше половины населения. По словам главного санитарного врача края, этого недостаточно. Работодатели обязаны привить не меньше 60% сотрудников. Так, численность попадающих под обязательную вакцинацию составит 174 тысячи человек. Это работники торговли, образования и здравоохранения, ЖКХ и других сфер. Пока в список не входят студенты. Полный перечень вы видите на своих экранах. Отметим, что для предприятий будет выделено специальное время или организованы выезды. До 22 августа мы должны привить первым компонентом и до 19 сентября вторым компонентом. То есть сроки в постановлении определены. И в рамках постановления ответственность за организацию и исполнение постановления возлагается на работодателей. Накануне обсуждался вопрос о проведении сентябрьских выборов в Госдуму и региональный парламент. Контроль за ходом голосования усилят. Организуют онлайн-видеонаблюдение, видеофиксацию. Документы будут храниться в специальных сейфах. А в условиях эпидемии будет действовать уже отработанный санитарно-эпидемиологический режим. Это и маски, и средства дезинфекции, а также проветривание помещений. Особое внимание накануне уделили и теме присвоения Барнаулу звания города трудовой доблести. Ее особую значимость подчеркнул и Андрей Турчак, сенатор Российской Федерации. Самое важное, что решения по представлению заявок на эту номинацию принимают люди. Здесь в Барнауле было обеспечено народное голосование. Всего приняло участие порядка 180 тысяч человек. Это говорит о многом. И главное, о чем это говорит, о том, что за счет этого проекта мы смогли еще и вернуть к исторической памяти молодое поколение. Напомним, указ о присвоении Барнаулу звания города трудовой доблести был подписан президентом 20 мая этого года. Во время Великой Отечественной войны на Алтай было эвакуировано около 100 предприятий, из них 14 крупных в Барнаул. Кстати, на звание города трудовой доблести презентуют еще три алтайских города. К ним относятся у нас, естественно, Бииск, Новоалтайск и Рубцовск. Мы все три города будем представлять на присвоение им статуса. По максимуму отработаем, подготовим все документы. И, естественно, будем сопровождать в случае каких-то уточняющих вопросов со стороны Академии наук или следующих инстанций, где будет этот вопрос рассматриваться. Где будет стоять Стелла-город трудовой доблести, станет ясно уже скоро. Сегодня рассматривается 11 мест из предложенных барнаульцами. Среди них Нагорный парк, Площадь Октября, Проспект Строителей и другие.